Неделя спорта Гость студии, игрок сборной КФУ по баскетболу Адель Халимов. Говорим о явном доминировании в первом круге чемпионата АСБ по баскетболу. Чемпионат студенческой хоккейной лиги РТ. Встреча двух равных по силе соперников. Сборная Павловской Академии против Авиастроительного Института. В первый уикенд декабря спортивный комплекс «Уникс» смог собрать под своей крышей самых умных и, если можно так, конечно, выразиться, самых тактичных парней и девушек. Спартакиада студентов и аспирантов КФУ в этот раз проводилась по шахматам. И интересно узнать, кто из студентов, спортсменов, который играл на этой спартакиаде, смог выйти на уровень чемпиона мира Магнусона Карлсона. А кто играл как наш Сергей Корякин и пытался отобрать золото у тех ребят, которые в прошлом году смогли завоевать такую награду. Обо всем этом смотри в нашем сюжете. В этой игре сочетаются самые противоречивые понятия. Она и древняя, и вечно новая. Механическая в своей основе, но приносящая победу только тому, кто обладает фантазией. Ограниченная тесным геометрическим пространством и в то же время безграничная в своих комбинациях. Шахматы. Эта игра выдержала испытания временем лучше, чем все книги и творения людей. Турнир по шахманам в рамках спартакиады студентов и аспирантов КФУ прошел в униксе 4 декабря. Собралось большое количество команд от всех факультетов. В полнейшей тишине ярко ощущалось соперничество и концентрация игроков. Я думаю, что фаворитами являются мы. Это не гордость, это факт. И не только мы. Естественно, эконом. Но еще, наверное, парочку команд могут составить конкуренцию. Но так как система нокаут, то тут все решается конкретно в одной партии. В воздухе будто застыло желание каждого участника первым поставить шахмат. И тогда можно было даже услышать, как скрипят извилины у игроков. Все команды сильны, поэтому попотеть пришлось каждому. В тройку лидеров вошли сборные Института международных отношений истории и востоковедения, юридического факультета и Института физики. Юрфак стал бронзовым призером, обыграв эконом. Первое место завоевал Институт физики, обыграв со счетом 2-1 шахматистов из Института международных отношений истории и востоковедения. В финальной партии самое главное, я считаю, что победила Алина. То, что у нее принципиальный соперник был. Я проиграл на первой доске, но в силу того, что я, может, играю слабее. Ну и вторая доска, как мы и планировали, должна была выиграть. Вот мы выиграли 2-1. Но не только шахматами была наполнена программа спартакиада студентов-аспирантов Казанского федерального университета. Параллельно с ними шли матчи за золото в чемпионате по настольному теннису. Поверьте, за этим лучше наблюдать лично, ибо прямо там начинаешь понимать, насколько у них мощная реакция. Ну, предлагаю вам это сейчас самим увидеть. Кто же стал в итоге чемпионом в этом турнире? И позволяем, кстати, насладиться их реакцией смотрите прямо сейчас в нашем сюжете. Энергия, ловкость, скорость и выносливость – вот чем должен обладать любой профессиональный игрок в настольный теннис. Но одни только природные таланты не приведут к победе. Здесь не обойтись без долгих и упорных тренировок. В рамках спартакиады студентов и аспирантов Казанского федерального университета состоялся турнир по настольному теннису. За звание лучшей команды 2016 года развернулась нешуточная борьба. Каждый факультет выданил своих лучших и сильнейших представителей. В том числе сюда приехали команды из Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов. И у каждой команды одна цель – победить. Организация турнира очень хорошая, соперники достойные. Видно, что все готовились. Приехало аж 17 команд, то есть не 16, как обычно, а целых 17. Одна группа состояла из 5 команд. И выйти из группы очень непросто. То есть соперники все сильные, у всех есть разряд либо КМС, либо мастер спорта. И очень приятно играть с такими сильными соперниками. В финал соревнований смогли пройти сборные Института физики и Набережно-Челнинского филиала КФУ. Последние, кстати, являются многократными призерами в данном виде спорта. По итогам трех игр победу одержала команда Набережных-Челнов. Интересно было наблюдать за игрой девушек из этих сборных. До последней подачи не было ясно, кто выйдет победителем. Ну, с четырех лет, три года мы, получается, занимаем первые места в том году, только мы что-то оплошали, заняли третье место. А так, частенько первое место, да. Всегда первое, практически. Всегда много борьбы. Ну, да, было трудно играть. Соберник, все-таки в финал самые сильнейшие вышли. Ну, мы рады, что выиграли, главное. И мы будем заслужить победу. Переходим к волейболу. Студенческая волейбольная лига РТ набирает обороты. На этой неделе Поволжская академия спорта и туризма на своей площадке принимала сборные команды Энерго-Университета и КХТИ. За ходом двух достаточно динамичных встреч наблюдал наш корреспондент Марина Вахрушева. 30 ноября в спорткомплексе «Буревестник» состоялись два матча по волейболу среди мужских команд. Первыми на площадку вышли игроки сборной КНИТУК КХТИ и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Первая партия выдалась напряженной, как для болельщиков, так и для игроков. Долгое время ни одна из команд не могла выйти в лидеры, но волейболистам сборной академии спорта и туризма удалось вырвать победу оппонента. Во втором периоде сборная КНИТУК КХТИ стремилась взять реванш, но соперники одержали победу с большим преимуществом. Итоговый счет 2-0 в пользу сборной команды Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Следующими на площадке появились игроки сборной команды КГУ и победители предыдущего матча – студенты сборной команды Академии туризма и спорта. Первыми открыли счет волейболисты КГУ. Казалось, что их соперники в этот раз потерпят поражение, но благодаря проявленному упорству и устремлению им удалось выравнить счет и вновь одержать победу. Во второй партии явное преимущество осталось за волейболистами сборной команды Академии туризма и спорта. Второй период закончился со счетом 7-25. Итоговый счет 2-0 в пользу сборной команды Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Первую партию мы сыграли хорошо, а вторую даже не расслабились, не пошла игра и отрыв был очень серьезный. Прием был более-менее, но блок было тяжело обыграть, высокий, хороший уровень игры у них. Ощущения довольно-таки положительные, поиграли, отдохнули от игр основных. Команды, в принципе, довольны всем, все в хорошем настроении. Проиграв Поволжской академии спорта уже через несколько дней, но уже на своей площадке, сборная энергоуниверситета принимала у себя сборную Казанского федерального университета. Жадные до побед энергетики были готовы разорвать Казанский федеральный университет, но тут не все так просто. Подробнее в репортаже Василии Сидзюбы. В пятницу вечером, 2 декабря, в спортивном зале Казанского государственного энергетического университета состоялась игра сборных команд КГУ и КФУ в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Для болельщиков данная встреча стала увлекательным зрелищем. На протяжении всей игры нервное напряжение не спадало. Соперники оказались практически равными по силе. Играли до трех побед. В первой и третьей партии сборная команды КФУ оказалась сильнее своего противника, а во второй и четвертой – сборная КГУ. Первая партия была самой длинной. В ней команда КФУ нелегко вырвала победу у оппонентов. Игроки обеих команд успешно проводили пайпы и редко ошибались при подаче. Итоговый счет – 27-25. Почувствовав, что противник уступает, во второй партии игры сборная команды КФУ расслабилась и поэтому плохо принимала мячи. Благодаря этому команда КГУ сравняла счет по партиям 1-1. В третьей партии, наоборот, федералы сконцентрировались и вырвали победу со счетом 25-21 в пользу КФУ. В четвертой партии успех был на стороне противников. Исход встречи решился в пятой партии, где со счетом 15-10 победу одержала сборная команды КГУ. Однако по сравнению с играми прошлых лет сборная КФУ улучшила свои результаты. Игроки обеих команд в равной степени проявили себя, так что нельзя выделить лучшего. Однако ошибки были. Теперь в планы сборных входит исправить их и показать лучший результат на следующих играх. Не получилось то, к чему мы готовились, не получилось исполнять тренерские наставления, то, что он говорил. В общем, я думаю, только из-за этого мы и проиграли. Теперь поговорим о баскетболе, а именно о чемпионате АСБ дивизион «Казань», где команда КФУ смогла пройти первый круг вообще без поражений. Сегодня гость у меня в студии игрок сборной КФУ по баскетболу Адель Халимов. Адель, тебе добрый день. Большое спасибо, что нашел время прийти к нам на программу. Здравствуйте, нет проблем, конечно, всегда рад. Поздравляю вас, кстати, с беспроигрышной серией в таком чемпионате. Расскажи, пожалуйста, как проходила подготовка к нему? На самом деле не было никакой особенной подготовки. Мы готовились так же, как обычно, как уже несколько лет готовимся. То есть обычные тренировки, три раза в день, сколько нам дают, мы всей командой тренируемся. Стараемся, работаем над собой, и вот, наконец-то, виден результат. Хорошо, а по сравнению с прошлым сезоном, команда сильно обновила свой состав? Знаете, достаточно сильно. Это связано в том плане, что многие игроки закончили уже бакалавриат, и поэтому они, ну, кто-то отправился в Москву, кто-то еще куда. В связи с этим, те игроки, которые находились на втором плане в прошлые годы, сейчас вынуждены играть уже на лидерских позициях, и, возможно, с этим поначалу у нас были некоторые проблемы, но сейчас мы, я думаю, идем на верном курсе, и, думаю, у нас наша победа еще впереди. Проблемы, я так понимаю, были именно в плане сыгранности, да? Да, в этом плане, потому что те игроки, которые лидеры, уже были на протяжении многих лет в нашем университете, в нашей команде, они, к сожалению, уже пошли дальше, и нам тоже надо двигаться дальше, и вот теперь надо продолжать. Хорошо, расскажи об ощущениях от первой игры в этом чемпионате, в этом сезоне, вот когда вы уже выходили на площадку, у вас как бы обновленный состав, еще как бы, ну, недостаточно сыгрались, но в итоге как? На самом деле присутствовал небольшой страх относительно того, что вот как это все будет происходить, ну, как команда будет сыгрываться, как мы вообще проведем эту игру, как, кто сейчас станет лидером, кто сейчас будет набирать очки. Конечно, не все лидеры ушли, Антон, например, остался, капитан нашей команды Антон Лавров, да, Миша Репин. Вот они как бы показывали свой класс и, можно сказать, тащили команду, да? Но не остались они без поддержки, и те, кто находились, как я уже говорил, на вторых позициях, да, ну, игроками ротации считались, сейчас уже, которые стали основными, они тоже. Конечно, поначалу было сложно именно привыкнуть к своей роли, да, поначалу очень, ну, мало что получалось, но от игры к игре мы прибавляли и работали над этим на тренировках, и поэтому уже сейчас более-менее мы чувствуем себя в своей тарелке. Хорошо, кого из турнирной таблицы, получается, вот нашего дивизиона можно наставить действительно конкурентоспособной командой? Помимо КФУ в нашей группе играли КХТИ, КГУ, Павловская Академия Спорта, Иннополис, КГСУ и КГАУ. Среди этих команд уже, который год является тоже конкурентоспособными командами, это КХТИ и КГУ. В этом году у КГУ тоже обновился состав достаточно неплохо, пришли хорошие игроки, которые играют уже в Униксе 2, то есть в молодежной команде Уникса первого основного, да, вот, они достаточно хорошо играли. Но когда мы встретились с ними в очной встрече, уже как-то мы, то ли мы уверенно начали, то ли они как-то неуверенно были, чувствовали себя. Но мы с ними достаточно легко справились, на мое удивление, да. Удивила команда Иннополис, по сравнению с прошлыми годами, команда кардинально поменялась, поменялась не в плане игроков, а в плане своих умений, своих способностей. В плане тактики еще, наверное, да? Да-да-да-да-да, и вот это для нас стало большим шоком, то, что вот они так мощно начали, так смело, так удивили, в общем, нас, и поэтому они доставили нам немало проблем. Да, но в итоге вот Иннополис у нас остановился на пятом месте, по разнице мячей у них было 286 на 448. А нет, извиняюсь, 306 на 419. Ну, тоже достаточно их перебросали так. Ну, достаточно, да, однако в нашем случае то ли у нас не летело, то ли они хорошо защищались. Ну, вот не знаю, вот у нас летело-не летело, соотношение мячей 427 к 292. 400 мячей тоже так, ну, это нелегко забросить, по-моему. Ну, да, я согласен, конечно. Ну, это, знаете, очки эти набираются в проходных матчах, таких как, например, вот с КГАУ, да, мы сыграли достаточно уверенно, там выиграли чуть ли не 50 очков, с кем мы еще... Вот нам доставили больше всего проблем те, от кого мы не ждали. Это, то есть, Академия спорта, вторая команда, мы думали, ну, вторая команда, почему нет, да, сейчас легко выйдем. А тут, как ни бывало, нам сразу рывок сделали, мы там уже летим, очков 5, по-моему, в самом начале, потом уже только мы собрались и более-менее уже вошли в свою тарелку. И вот, ну, вот, на самом деле, к сильным командам, таких как КХТИ, КГУ, вот к ним мы прям основательно готовились и подходили, как бы, с особым чувством, с особым трепетом. А несмотря на то, что мы понимаем всех прекрасно, и тренер нам об этом говорит, тренера, что нельзя быть самоуверенными, и все команды могут дать бой. Но, тем не менее, все равно какое-то спокойствие присутствовало у нас всех, когда мы играли с Иннополисом, со второй командой Академии спорта. Вот, наверное, это нас подвело. Во втором круге будем работать над этим и не дадим спуску никому. Ну, слова тренера, я думаю, очень правильные, потому что достаточно вспомнить матч чемпионата России по футболу, Краснодар и Оренбург, когда Краснодар вел на своем поле со счетом 2-0, в итоге матч закончился со счетом 3-3. Оренбург, от него тоже никто от этого не ожидал, когда это от Иннополиса. А с кем было сложнее всего играть? Если сравнивать абсолютно все игры, да, то если мы берем только чемпионат АСБ, то, наверное, сложнее всего было играть именно с Иннополисом, как ни странно, потому что и тогда у нас что-то не то получалось, мы как-то действовали, а бы как, ну, в общем, у нас как-то не клеилась игра в самом начале, но в итоге в конце более-менее поддавили, и, слава богу, все закончилось в нашу сторону. Хорошо, вот смотри, по Волжскую Академию практически везде считают фаворитом, а здесь они остановились на четвертом месте. С чем это связано? Ну, я не думаю только потому, что они играли вторым составом, как бы у них и первый, и второй, такой более-менее нормальный бы, это их профиль. Ну да, согласен. Да, в итоге что помешало? Как думаешь? Думаю, все-таки это, как бы это сказать, не... В общем, это фарм-команда основной команды, да, по Волжской Академии. По Волжской Академии сама играет в самом элитном, можно сказать, дивизионе АСБ, это студенческая лига ВТБ. И там, разумеется, они уже показывают свой класс. Разумеется, они все вместе тренируются, что фарм-команда, что основная команда. Да, они все вместе тренируются, ходят они на одни тренировки, у них один тренер. И, как бы, те игроки, которые находятся в первой команде, они им помогают и наставляют. Можно сказать, наставники. И, разумеется, у каждого есть возможность из фарм-команды выбиться в первую, и то есть им надо проявлять себя. Но на данном этапе, я считаю, им помешал непрофессионализм, так сказать, недостаточно умений, возможно. И, ну, наш класс, мне кажется, сказался в нашей встрече. Хорошо. А теперь по философствам, что будет дальше? Где мы будем дальше играть? И вот, кстати, возможно ли такое, что КФУ тоже выйдет в эту элитную лигу? Это, знаете, связано... Что надо сделать, чтобы туда попасть? Это связано с очень многими факторами. Чтобы туда попасть, во-первых, нужна поддержка от ректората и высших, так сказать, сил. Во-первых, нужно заплатить немалую сумму, но это, конечно, не тот фактор, не основной фактор. Нужно показывать игру и нужно показывать класс, нужно быть конкурентоспособным, чтобы заявляться туда вообще. Конечно, имеет смысл заявиться уже сейчас и играть с командами, которые уже, можно сказать, полупрофессионалы, да? Но я считаю, что мы не готовы на данном этапе попасть, ну, играть там и сражаться с этими командами. Конечно, это бесценный опыт, если мы туда заявимся. Однако пока еще мы не готовы. А относительно планов на будущее, то мы планируем занять первое место в дивизионе Казань, разумеется. Это наша основная цель, первоочередная. Далее мы планируем заявиться в Лигу Белова. Это уже несколько выше, чем дивизион Казань. Мы уже в том году пытались пробиться в Лигу Белова и заявились. Однако проиграли в первом матче Башкирскому университету аграрному. Однако мы все равно показали, на что мы способны, но чего-то нам не хватило тогда, несмотря на то, что с нами были все лидеры прошлогодние. В этом году у нас уже другая команда, и на прошлое оглядываться не стоит, я думаю. Нужно планировать, как играть дальше и готовиться к наступающим играм. Хорошо, большое спасибо. Я надеюсь, что во втором круге все сложится так же хорошо и так же пройдем без поражений. И надеюсь, что все-таки удастся попасть в элитный дивизион. Но благодаря этому вам, зрителям, можно туда попасть. Приходите на игры нашей команды Казанского федерального университета в чемпионате АСБ во втором круге. Информацию вы увидите во всех группах ВКонтакте, так же в нашей ссылке, которую вы видите сейчас на экране. Ну что ж, большое спасибо Аделе. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях был игрок сборной Казанского федерального университета по баскетболу Адель Халимов. Еще раз большое спасибо. Ну а мы продолжаем программу «Неделя спорта». Переходим к спорту номер два, соответственно, после футбола. Хоккей. Чемпионат студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан. На этот раз на площадке встретились два самых явных соперника. Это сборная Павловской академии физической культуры, спорта и туризма и сборная Казанского авиастроительного института. О том, кто набросал больше всех шайб и кто смог уйти с площадки в ранге победителя матча, наблюдал наш корреспондент Тимур Золотарев. 30 ноября в спортивном комплексе «Зеланд» состоялся хоккейный матч между командами КАИ, Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Начало игры было равным, счет был открыт Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, но команда Казанского авиастроительного института в считанные минуты отыгралась. Затем команда Павловской академии захватили инициативу и забили три шайбы подряд. Лишь на последних секундах игрокам КАИ удалось отыграть одну шайбу. Но закрепить успех в втором периоде команде КАИ не удалось. В первых минутах Павловская академия забила пятую шайбу, а уже к середине счет составлял 7-2. В третьем периоде игра приняла спокойную трактовку, команда забили по одной шайбе, конечный счет составил 8-3. Игра ожидаемая, академия лидер, да, играет на Всероссийской студенческой хоккейной лиге. У команды есть свой лед, постоянный тренировочный процесс. К сожалению, мы хотели, конечно, сегодня побороться с ними, но не смогли собрать, так скажем, полный боевой состав. Играли всего в два звена и не получилось навязать борьбу. Ну, в принципе, так, игра, в принципе, была неплохая. Выигрывать всегда приятно, тем более с такой командой, как КАИ. Хорошая боевая команда. Так, думаю, тренерские задачи выполнены. Ну, на этом все. Вот такая выдалась у нас спортивная неделя. Смотрите нас обязательно на следующей неделе, там обещают футбол еще подвести. Будет очень интересно. Кстати, переходите по ссылке, которую вы видите сейчас на экране. Там много интересной информации о спорте и о других событиях жизни вообще всего студенчества Республики Татарстана, если можно так выразиться. На этом все. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Роман Полинсков. Это была программа «Неделя спорта». Увидимся.